Компания OnePlus существует всего несколько лет и несмотря на это она уже пару раз успела наделать шуму на рынке смартфонов. В этом году она опять выпустила убийцу флагманов, который на этот раз выглядит намного серьезнее своего предшественника, во всяком случае, судя по рекламным роликам. Давайте вместе попытаемся разобраться, так ли все хорошо в новом народном флагмане. С вами Сергей Шихайлов и проект Ferum.com, а это OnePlus 2, очередной флагшип-киллер. Приступаем к его внимательному осмотру. Комплект смартфона, скажем честно, не самый широкий, но весьма приятный, особенно в эстетическом плане. Именно поэтому мы подготовили специальное видео о распаковке этого гаджета. Ссылка ждет вас в описании. Внешний вид гаджета, если так можно выразиться, непростой. Если конкретнее, то OnePlus 2 это один из немногих флагманских смартфонов, чьи пресс-изображения и снимки выглядят хуже, чем гаджет смотрится вживую. Лично меня, ровно до того момента, как я достал фаблет из коробки, неимоверно бесила расстановка элемента в его задней панели. Я и сейчас не в глубоком восторге от нее, но могу сказать с уверенностью, она меня уже точно не раздражает. Фронтальная панель устройства защищена закаленным стеклом Gorilla Glass четвертого поколения, на которое производитель из коробки установил качественную защитную пленку с олеофобным покрытием. Тыльная часть матовый шероховатый пластик, по контуру проходит достаточно толстая металлическая рамка из магниево-алюминиевого сплава, которая придает смартфону офигительной жесткости. Выглядит девайс по меньшей мере не скучно и великолепно сидит в руке. Небольшая ремарка по поводу задней крышки, она имеет невероятно цепкое покрытие. На личном опыте могу сказать, что жир и грязь оно собирает будь здоров, что хорошо заметно уже спустя день активного использования. Как показывает практика OnePlus One, за год этот слой теряет привлекательность и частично стирается. В природе существует несколько оригинальных сменных задников для данного аппарата, стандартный наждак, кевлар и три деревянных крышки. Хотите увидеть их микрообзор? Пишите в комментах, закажем, привезем и покажем вам. Под этой самой задней крышкой находится лоток под две наносимки, что как бы намекает на дуал сим функционал девайса. Построен он вокруг одного радиомодуля, к чему это приводит на практике, надеюсь вам понятно. К работе симок вообще никаких претензий нет, как и к функционированию смартфона с беспроводными модулями, типа Wi-Fi, GPS, GLONASS, Bluetooth и так далее. К слову, NFC в девайсе нет. Помимо того, под задней крышкой проживает несъемный аккумулятор на 3300 мАч. На практике мне его полного заряда хватало чуть более чем на половину моего активного рабочего дня. Целый день никак. Ближе к вечеру по любому на зарядку. Полагаю, те, кто практически не играет на телефоне и не использует LTE и 3G, а также понятия не имеет, зачем смартфону камера и 4K видео смело могут рассчитывать на сутки пару эксплуатации. Относительно корпуса смартфона у меня есть еще три вещи, которыми я обязан поделиться с вами. Итак, первое. Под экраном аппарата располагаются три сенсорные кнопки. Так вот, центральная, та, что без подсветки и с ободком совмещена со сканером отпечатков пальцев. Работает он хорошо. Здесь претензий нет вообще. Также хочу отметить, что этот сенсор активен всегда. Для его запуска не обязательно предварительно включать экран. Второе. Триггер переключения режимов оповещений. Таких существует три. Только приоритетные. Выключить все и допускать все. Крутая ли эта фишка? Думаю, да. Такая себе альтернатива переключалке в яблоке. Третий момент. Порт USB Type-C. В чем его особенность? В такой разъем можно вставлять кабель любой стороной. Они идентичны. Полностью поддерживаю приверженцев этой технологии. Фишка реально крутая, но есть и одно небольшое но. Ввиду новизны стандарта, такие кабели пока что не продаются на каждом углу и идут в комплекте к нескольким смартфонам из миллиона. Но со временем эта проблема сама по себе исчезнет, как это в свое время произошло с microUSB. Сборка девайса выше всяких похвал зазоров нет нигде. А скрипов аппарат не издает даже при очень сильном сдавливании. Эргономика, как для фаблета, здесь весьма привычна. То есть никакая. Пользоваться им одной рукой не очень удобно, а особенно на ходу. Понятное дело, всему виной не маленький экран смартфона. К слову, давайте поговорим и об этой составляющей девайса. Экран устройства представлен 5,5 дюймовой IPS LCD матрицей с разрешением 1920 на 1080 точек, плотность пикселей на дюйм 401 ppi. На практике этот практически стандартный по нынешним меркам показатель дает весьма гладкую картинку. Если бы я не знал, какое здесь разрешение, то возможно предположил бы, что и Quad HD к цветопередаче претензий нет. Картинка в меру насыщенная и приятная глазу. Углы обзора не идеальные. Под критическими отклонениями от глаз пользователя картинка может слегка затемняться, но читаемости не теряет. Диапазон яркости вполне достаточен и для того, чтобы работать со смартфоном в темноте, и для комфортной эксплуатации девайса в солнечный день. Адаптивная регулировка, ясное дело, есть. Основная камера устройства представлена 13-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, лазерным автофокусом и двойной светодиодной вспышкой в придачу. К слову, в 13-мегапикселей, а точнее в 12,4 кадры получаются с соотношением сторон 4 на 3. Широкий формат, то есть 16 на 9, это всего лишь 7,9 мегапикселя. Вот так. Сами фотки без 5 минут отменные. Если вы смыслите в мобильной фотографии, вам точно понравится эта камера. Видео пишется в 1080p и 4K с лимитом в 10 минут. Качество имхо весьма приемлемое. Единственное, что портит всю картину, постоянный перефокус камеры, если вы снимаете динамические объекты. Полагаю, это пофиксят программно. Во всяком случае, год назад с OnePlus One это произошло. Умеет камера снимать и слоу-моушн ролики, и таймлэпс видео. Ссылки на полноразмерные примеры всего этого добра ждут вас в описании этого ролика. Фронталка тоже есть. Здесь она на 5 мегапикселей. Качество фотографий хорошее, но не более того. Видео пишется в 720p. Скажем честно, средненький уровень. Посмотрим, что будет в грядущих обновлениях. Прошивки, возможно, и Full HD выжмут с хорошей детализацией. Аудиофилия дело тонкое, и видимо для калибровки звучания этого гаджета через наушники разработчики взывали к помощи людей знающих. В этом плане смартфон показывает себя просто охренительно. Уж простите за иврит. По этому показателю, конечно же, МХО гаджет лично для меня, если не номер один, то что-то очень рядом с этим. Запас громкости есть. Детализация на пятерку. Присутствует и гибкий эквалайзер. К слову, спецы из iFixit здесь обнаружили аудиоусилитель NXP-TFA9890 с кодеком Qualcomm WCD9330. Видать, железячки делают свою работу. Меломаны точно одобрят. Мультимедийный динамик в фабле Т1. Располагается он за правой решеткой нижнего торца. Выдаваемый им звук средненький и по качеству, и по громкости. Здесь девайс хвалить не за что. Аппаратная платформа устройства представлена, так сказать, подостывшим Snapdragon 810 версии 2.1 с рабочей частотой вплоть до 1.8 ГГц, который характеризуется более адекватным тепловыделением. Видеоускоритель Adreno 430. Оперативки в нашем экземпляре. 4 ГБ, а встроенной памяти 64. Есть версия и попроще. С 3 ГБ Озухи и носителем на 16 ГБ. Работает все это слаженно и шустро. Интерфейс летает, а современные игры крутятся на максимальной графике. Если конкретнее, то те же танки с максимумом эффектов страдают проседанием графики только в сценах с очень большим количеством динамических объектов. Говоря проще, когда в кадре происходит валева из 6-7 игроков, то подлагивание можно наблюдать. ФПС 20-30 единиц, но играть можно, так как это явление кратковременное. В остальных случаях 40-55 кадров вам гарантированы. Короче, все весьма кучеряво, особенно если учитывать то, что это только первые сборки OxygenOS, на которой работает устройство. Результаты в синтетике очень приличные, на уровне флагманов от А-брендов, что и неудивительно, ведь железо здесь самое, что не есть топовое. Вопрос, который наверняка волнует многих. Нагрев. Невзирая на наработки Qualcomm в вопросе оптимизации и выделения тепла, смартфон под сильными нагрузками все же ощутимо нагревается. Antutu в среднем показывает 40-45 градусов. Температура хорошо ощутима на металлическом канте и в районе камеры. Троттлинг есть. Еще раз смотрим на результаты бенча производительности Antutu. Слева результаты до нагрева, а справа после. Разница, думаю, ощутима. Так или иначе, работа гаджета даже при активации процесса троттлинга все равно остается очень шустрой. Пользователь произошедшего не заметит. А вот что режет глаз. Автоматическое понижение уровня яркости дисплея при высоких температурах. Примерно такой же триллер можно было наблюдать и на Sony Xperia Z3+. Но тот парень еще и приложение камеры закрывал при закипании. Здесь этого хвала Олимпу нет. Также из плохих хороших новостей отмечу, что перегрев хоть и происходит, но наступает этот момент не очень быстро, как это было в упомянутом мною Сонике. Например, экран OnePlus 2 начал потихоньку гаснуть аж спустя полчаса игры World of Tanks. Полагаю, планка минимум взята. Переходим к софту. Из коробки наш экземпляр поставлялся с Android 5.1.1 и версией Oxygen OS 2.0.0. Этот номер сборки был невероятно логучим. И что еще печальнее, не хотел обновляться. Методом тыка мы преодолели проблемы апдейта и сочинили небольшую инструкцию, которую в текстовом виде изложили в описании этого ролика. Если ваш OnePlus 2.0.0 тоже не хочет обновляться, заюзайте, возможно она вам поможет. Сразу скажу, что после обновления из языкового пакета исчезает русский, и проблема эта тоже поправимая. Ссылка на лекарство есть в описании. Лично я его не юзал. Подожду стабильный русиш-шпрахе, который рано или поздно прилетит с обновлениями системы. Что можно сказать про сам Oxygen OS? По сути, это самый что ни есть голый зеленый робот, но с целой горой мелких и не очень твиков. Вот вам несколько примеров. Первый, пользователь вправе самостоятельно настраивать тона оформления оболочки. Светлый или темный. Основную цветовую схему, а также палитру нотификации светодиода. Вариантов предостаточно. Удобно и практично. Одобрям-с. Также обладатель смартфона может включать или выключать софтверные наэкранные кнопки. Выбор это всегда хорошо. Лично я приверженец аппаратных. К слову, для них также можно настраивать действия. Например, за даблтапом по кнопке домой можно закрепить запуск камеры, прямо как в Galaxy S6. А за долгим нажатием блокировку экрана, как в смартфонах Meizu. Жесты погашенного экрана, которые мы видели в OnePlus One, никуда не делись, они на месте. Даблтап, пробуждение, латинская буква В, фонарик, буква О, камера и так далее. По крупному счету у меня все. В целом ось стабильная, но иногда шалит. На самой первой сборке не работало приложение YouTube, да и косяков поменьше тоже было в достатке. Впрочем, я об этом уже говорил, сейчас этого нет. Работа программистов налицо. Пришло время подвести итог. Раздобыть этот смартфон сегодня не проблема. Он уже есть в ассортименте каждого уважающего себя китайского интернет-магазина. Цены на старшую модель стартуют от 430 долларов, а на младшую от 380. Не хотите рисковать и прикупить девайс по месту? Не вопрос, докладывайте сверху 50, а то и все 100 зеленых и будет вам счастье. Стоит ли этот аппарат своих денег? Скажу как человек, который уже перещупал все флагманы от А-брендов. Да, несомненно стоит. От OnePlus 2 не веет китайщиной в плохом понимании этого слова. Он отлично собран, невероятно шустро работает, круто звучит через наушники и клево фоткает. Плюс неизменная азиатская традиция, поддержка двух сим-карт. Да, косяки здесь есть и некоторые из них реально достают. Но я более чем уверен, что большинство из них очень скоро пофиксят программно. Во всяком случае, свой прошлогодний флагшип-киллер компания все же сумела довести до ума. Полагаю, чудо повторится. Я со смелостью рекомендую этот смартфон к покупке и возможно даже оставлю наш экземпляр себе. Подождем сравнение с Galaxy Note 5, а там увидим. К слову, а какие еще материалы с участием в OnePlus 2 вы хотели бы увидеть? Пишите свои мысли в комментариях. Ссылки на самые аппетитные предложения по покупке этого девайса ищите в описании этого ролика. Там их будет предостаточно. С вами были Сергей Шихайлов и проект Firm.com. Мы ждем ваших пальцев вверх и подписок на канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.